Всем привет! С вами Ольга Чернова и я продолжаю рассказывать про диету, о которой я начала говорить. Сейчас я хочу снять коротенький небольшой видеоролик на тему, чем можно заменить капусту. Потому что, как вы уже посмотрели, я вам показывала, капуста присутствует в моей диете каждый день. И вот второй и четвертый день диеты, когда на обед рыба и капустный салат, эту капусту, ну вот две недели, ладно, вы поедите капусту, потом она вам, конечно, надоест. И эту капусту можно заменять другими овощами. Например, прекрасной заменой будет свекла. Мы привыкли все, у нас томаты, огурцы ежедневно на столе. Но про такие овощи, как свекла, мы обычно забываем. И я уверена, что не только раз в неделю, даже раз в месяц вы, вероятно, не делаете блюда из свеклы. Пользуемся мы ей очень редко, обычно для борща. Но она очень хороший гарнир, ее можно и как отдельный салат, и как гарнир. Я для того, чтобы немножко похвалить нашу свеклу, прочитаю вам, вот я выделила, чтобы коротко-коротко, книгу с овощной кулинарией. Просто мы не задумываемся о пользе наших овощей. Ну, вырастили мы свеклу, сгрузили ее в подвал, и лежит она там всю зиму. Вот сейчас, когда она наисвежайшая, когда в ней очень много витаминов, ее нужно как можно чаще употреблять. Вот написано, видите там, свекла содержит значительное количество клетчатки и пектина. Клетчатка, как известно, способствует усилению пилистратики кишечника и стимулирует выделение пищеварительных соков и желчи. Пектины же способствуют удалению из организма многих вредных продуктов. Вот о чем я говорила, что мы не только сидим на диете, но и оздоравливаемся, то есть очищаем наш организм от шлаков. И вот тут написано, что удаляет соли тяжелых металлов, ртути, свинца, олова, ядовитых веществ, а также холестерина. Все, что у нас попадает с покупной едой, все, что мы покупаем в магазине, с различными консервантами, с эмульгаторами, со всем, все это нам свекла почистит, если мы хотя бы раз или еще лучше два раза в неделю будем ее употреблять. Но еще не буду напоминать, даже не буду напоминать, что она очень полезна тем, у кого запоры. Дальше, еще способствует заживлению язв, оплодает противосклеротическим действием, улучшает обмен холестерина. Короче, тут выделено очень-очень много, очень микро-макроэлементов, обеспечивает организм фосфором, калием, кальцием, натрием, магнием, хлором, кобальтом. Даже перечитывать все ее положительные свойства и то очень долго, хорошо уравновешивает мясную и рыбную пищу, которая, как правило, содержит много кислых соединений. Вот именно из-за этого, из-за того, что она уравновешивает вот эту мясную и рыбную пищу, я вам посоветую, когда вам надоест капуста, во второй и четвертый день диеты, вы не отступайте от диеты, держите ее как за основу, просто меняйте вот эти гарнирчики. Например, курица со свеклой, потом там, что у нас, говядина, вот я буду рассказывать, с перцем. Тут содержится йод, еще написано. Полезен овощ при гипертонической болезни, связано с наличием магния, регулирующего сосудистый тонус, препятствующий образованию тромбов. Возрастным, вот нам, людям в возрасте, это очень нужно. Сейчас я расскажу, как я делаю. Делается очень просто. Свекла отваривается, видите, на терочке, все красиво потереть. Добавляю туда, если хотите, изысканное, вот такое изысканное блюдо, добавляю туда чернослив и курагу. Это может быть вообще отдельным блюдом, это может быть даже десертным блюдом. Если это не десерт, например, просто гарнир, можно сделать свеклу, заправить чуточку растительным маслом и несколько капель лимонного сока. Но я сделаю сейчас, как десерт, и вот такую большую-большую, огромную ложку сметаны туда добавлю, перемешаю. Это будет сладкое десертное блюдо. Не удивляйтесь, что я на диете опоедаю вот такую сметану. Сметана у меня обезжиренная, сделанная из кефира. Я сама ее делаю специально для того, чтобы заправлять. И сегодня мне раз нужно, да, кушать, у меня, видите, там уже остатки остались, и делать новую банку. Я сегодня съем эту сметану со свеклой, получу удовольствие, и как раз, чтобы не пропадал продукт. Вот эту сметану я вот растительным маслом тоже не могу постоянно пользоваться. Я люблю именно заправлять и помидоры сметаной, и огурцы. И я делаю для себя обезжиренную сметану. Организм обмануть очень просто. Вот смотрите, она какая густая, в ней ложка аж стоит. Но эта сметана обезжиренная, она из кефира. Но вернее, не обезжиренная, какой он был, 1%? 1%. Очень хорошая сметана, организм обмануть очень легко. Я, когда заправляю вот этой сметаной, нисколько нет разницы никакой от этой заправки. Все очень вкусно. Я сейчас вот камеру выключу, все это перемешаю, и будет такая вкуснятина. Но это я делаю себе как десертное блюдо. А если просто свекла, немножко растительного масла и лимон, то вот таким гарнирчиком, таким салатиком можно заменить капусту, когда она идет в обед с мясом или с рыбой. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Это вот такие маленькие мелочи, подробности о том, как сделать нашу диету не только вот такой эффективной для похудания, но и очень эффективной для оздоровления организма. Чтобы вот те дни, те месяцы, которые мы, все-таки это ограничение, мы же себя в какой-то степени мучаем, чтобы все эти ограничения не прошли напрасно, чтобы мы вышли весной здоровые, красивые. Все шлаки из нас выйдут, пожалуйста, не забывайте про свеклу. Она у нас недолюбленная, недооцененная, очень ценный, полезный продукт.